Добрый вечер! На канале Буктовые большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как прошел самый главный весенний праздник 8 марта. Коротко о главном. Женщины Бреста покоряют любые вершины, делают и будут делать все для того, чтобы дети росли в мире и достатке, чтобы любимые люди не знали трудностей, были мудры, умны и здоровы. С замечательным весенним праздником поздравил представительниц прекрасной половины человечества, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Предметный разговор на актуальные темы. Руководители областного центра обсудили вопросы социально-экономического развития региона за 2018 и планах на год наступивший. Участие в заседании принял председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Благоустройство в Бресте набирает обороты. В 2019-м украсить областной центр должны 26 тысяч деревьев и кустарников. В три раза больше будет высажено цветов. Цветочное оформление областного центра ждут большие изменения. Об этом и о многом другом смотрите прямо сейчас. Начнем с главного события недели. Брест масштабно отпраздновал первый весенний праздник – Международный женский день. Замечательной датой поздравил представительниц прекрасной половины человечества, председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Ежегодно торжественный прием, посвященный празднику 8 марта, проходит по-разному. Главными героями встречи становятся многодетные матери, женщины-руководители и депутаты. На этот раз на прием были приглашены девушки и женщины, которые успешно реализовывают себя в выбранной профессии. На торжественном приеме по случаю Международного женского дня побывала и наша съемочная группа. Когда самые лучшие украшения женщины не бриллианты, а комплименты и добрые слова. На традиционный прием председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука по случаю Международного женского дня были приглашены те, кто добился определенных успехов в выбранной профессии, порой совсем не женской. Представители правоохранительных органов, коммунальных служб здравоохранения, образования, культуры, спорта. Встреча объединила порядка 20 девушек и женщин, которые не просто ходят на работу, живут ею. Возраст, взгляды, профессия, статус значения не имеют. В преддверии дня женщин эта встреча традиционная, но в этом году мы вышли на новый формат встречи. Если раньше мы приглашали многодетные семьи, женщин, воспитывающих много детей, женщин-руководители, женщин-депутаты, у нас сегодня очень такой интересный срез женщин, которые себя реализовали в профессии, в семье, сделали себя в этой жизни, как говорится, сами. Самые красивые – это Брещанки, в самом красивом городе должны жить самые красивые женщины. Я думаю, что это гармонии соблюдается. Всех с праздником, всем здоровья. Пусть будут любимые и любимые. Это был по-настоящему праздничный и честный прием. Без пафоса, всем максимально искренним. Девушки делились личными моментами из жизни, рассказывали, с чего начинали трудовую деятельность, как не пасовали перед трудностями, чего хотят в будущем и как любят Брест. Встреча получилась вдохновляющей, с настоящим набором инструментов для реализации идеи и планов, личных и не только, ведь на кону – миллениум. Женщина-брещанка – это в первую очередь обаятельная женщина. Женщина, которая готовится к тысячелетию города. Женщина позитивная, креативная, со своей харизмой. У женщины Бреста есть свое лицо. Лидеры есть и среди девушек телеканала БУК-ТВ. Корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая успевает все, жалеет, что в сутках только 24 часа. Каждый день новые темы и репортажи от экономики до культуры. Настя всегда в гуще всех городских событий и сегодня не исключение. Профессия определяет многое и ты понимаешь, что ты должен быть в кадре, ты должен быть перед людьми и поэтому всегда нужно быть интересным человеком, всегда нужно быть ухоженным, все нужно быть аккуратным и понимать, что от того настроения, которое ты подаришь зрителю, зависит и его настроение. Он придет вечером домой, он включит новости, он будет счастлив, если он будет видеть довольного, красивого корреспондента, который будет рассказывать о хороших новостях. Плохое оно всегда случается в жизни, но хочется, чтобы где-то хорошее компенсировалось. А вот утро Марии Стасюк, по ее же словам, всю жизнь начиналось с пожарной сирены. Воспитываясь на примере отца и брата, девушка стала инспектором надзора и профилактики Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Я всю жизнь мечтала работать в МЧС. А какие качества? Наверное, добросовенность, целеустремленность и просто быть человеком в любой ситуации. Это самое главное. Только, наверное, не в нашей профессии, во всех профессиях. Без внимания, подарков и поздравлений не осталась ни одна участница приема. Продолжился праздник в Брестском областном общественно-культурном центре. Концерт объединил сотни женщин. Педагоги, врачи, руководители, общественные деятели, лидеры будущего и прошлых лет. Были как раз годы подъема в республике. Подъема всего. Подъемы сельского хозяйства. Подъемы тогда называлось у нас народного хозяйства. Подъемы в образовании, в культуре. Любили и работать, и детей, и ходить в театры, и читать много любили. С главным весенним праздником брещанок со сцены поздравлял градоначальник. По состоянию на 1 января 2019 года в городе Бресте проживало 186 тысяч 767 представительниц прекрасного пола. На 26 тысяч больше, чем мужчин. Поэтому в вашем весе я хочу... В вашем весе я хочу поздравить всех вас 186 тысяч 767 представительниц с этим замечательным весенним праздником, который так удачно попал на ручьи день, подарив всем нам трехдневные выходные. Порадовали творческие коллективы города вокалисты, танцоры и приглашенные артисты. Праздник прошел на одном дыхании и, несомненно, оставил в женских сердцах ощущение счастья. Ведь нам, прекрасной половине человечества, чтобы расцвести как первый весенний цветок, нужно совсем немного внимания того, кто рядом. Виктория Нечаева, Павел Малошонок. Итоги недели. Динамика развития Брещины под особым контролем. Как повысить эффективность экономики и сельского хозяйства? Увеличить производственные темпы и экспорт продукции? Чем сегодня привлечь инвесторов? И как увеличить приток туристов в рамках безвизового режима в Брестскую область? Эти и многие другие актуальные вопросы на этой неделе обсуждались на совместном заседании областного совета депутатов и Брестского облсполкома. В центре внимания участников встречи несколько вопросов об исполнении бюджета за 2018 год, выполнении социально-экономических показателей и другие. В заседании приняли участие представители министерств, ведомств, депутатского корпуса, горы райсполкомов, глав администрации, руководители областных организаций, предприятий, учреждений банков и структурных подразделений облсполкома. Заседание началось с доклада председателя Брестского облсполкома Анатолия Лиса об итогах социально-экономического развития области за 2018 и задачах на 2019. Год был непростой, но в целом регион развивается и достиг положительной динамики. Многое улучшено и оптимизировано. Из шести ключевых показателей эффективности в полном объеме выполнены четыре. Экономикой области за прошедший год получено 725,5 миллионов рублей чистой прибыли, что составляет более 14% от республиканского показателя. Для сравнения по итогам 2015 года доля области составляла всего около 1%. Доля убыточных организаций в общей численности сократилась за последние три года практически в два раза, но остается еще высокой – более 100 предприятий. Не менее эффективно сработал и строительный комплекс. Задание по строительству жилья выполнено на 101%, в том числе для нуждающихся на 127%. За счет средств областного и республиканского бюджета в рамках подготовки празднования тысячелетия Бреста введены в эксплуатацию 14 объектов. Удовлетворительные показатели внешней торговли. Вырос экспорт товаров в страны-соседки. Он осуществляется практически по всем видам услуг. Сегодня продукция под брендом «Сделано» в Брестской области поставляется в 101 страну. В 2018 появились 10 новых рынков сбыта. Вместе с тем еще есть в чем прибавлять. Практически в два раза вырос экспорт в КНР. Конечно, он небольшой сегодня – 23,2 миллиона долларов. Но вместе с тем есть хорошие наработки. Это птицфабрика «Дружба» и «Березовский мясоконсервный комбинат» и другие предприятия. Я считаю, что и «Савушкин» продукты в этом году мы значительно должны вырасти с экспортом в КНР. Страновая структура экспорта. Как результат, доля экспорта в Российскую Федерацию сократилась почти на 5% пункта. Но вместе с тем она еще остается довольно высокой. Не довольно высокой – более 70%. В части диверсификации экспортных поставок – результат более чем скромный. В этом направлении необходимо усилить работу в первую очередь концерну «Мясомолпром» и администрации свободной экономической зоны, которые основную долю здесь имеют. Отмечаются улучшения и на рынке труда. В прошлом году уровень безработицы снизился. Сегодня он составляет менее 1%. За счет создания новых производств и предприятий свое рабочее место нашли почти 7 тысяч человек. Значительный вклад в экономику области вносит малый и средний бизнес. В 2018-м в Брестской области создано свыше 700 новых организаций. Самый лучший показатель за пятилетку имеет Брещина и в области привлечения прямых иностранных инвестиций. С привлечением прямых иностранных инвестиций в 2018-м году велась реализация 17 инвестиционных проектов. Начаты крупные проекты по созданию производства мебели в Иоцельском районе, по строительству предприятия по производству слитков монокристаллического кремния в городе Пинске. В 2018-м году обеспечено поступление 1,3 миллиона долларов китайских иностранных инвестиций. Из них прямых на чистой основе 1,2. Реализуются два крупных инвестиционных проекта с привлечением кредитных линий к НР. Непростым год был для сельского хозяйства. Из-за недостатка влаги в весенне-летний период хозяйства области к уровню 2017 года недобрали порядка 235 тысяч тонн зерна, 50 тысяч тонн сахарной свеклы, 19 тысяч тонн рапса. Пострадали и кормовые культуры. Несмотря на это, созданная кормовая база позволила получить неплохие результаты в животноводстве. Увеличилось производство молока, выращивание крупного рогатого скота и птицы. Сегодня от Брестской области ждут прежде всего подвижек в проведении весенне-посевной кампании. Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис потребовал не затягивать сроки ее проведения. Погода стоит такая, что мы уже пошли в поле. И необходимо быть готовым, как и мы говорили, что при наличии влаги и положительных температур нам буквально придется с понедельника идти сеять, а не ждать. Поэтому срочно за вот эти дни необходимо завершить ремонт вот этой техники. О социально-экономических показателях региона за 2018 и планах на год наступивший разговор состоялся предметный. Почему некоторые отрасли не выполняют прогнозные показатели и что необходимо сделать для более эффективной работы. К анализу показателей подключился и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. К проблемам подходил детально, а где-то даже и принципиально. Безусловно, драйвером развития является промышленность. Поэтому при всем уважении к сельскому хозяйству, которое снимает достаточно большое удельное место в экономике области, все-таки надо обратить больше внимания на промышленный сектор. На промышленный сектор и, естественно, на его развитие. Безусловно, если мы говорим о развитии, то инновации и инновации, зашитые в инвестиционную деятельность, это главное направление. И, безусловно, здесь прямые иностранные инвестиции тоже должны сыграть существенную роль, а показатели могли бы быть намного лучше. К слову, на 2019 год поставлены задачи выполнить недобор по определенным показателям, а там, где сработали успешно, не сдавать набранные темпы. Продолжаем выпуск. С 11 по 12 апреля в Бресте пройдет четвертый международный форум-выставка деловых контактов Брест-2019. Мероприятие объединит на одной площадке представителей предприятий и организаций различных форм собственности, заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг как в стране, так и за рубежом. Международный форум должен стать точкой отчета для переговоров, а впоследствии – платформой для заключения крупных контрактов и соглашений. В зоне особого внимания – инвестиционные проекты в сфере производства, создания инфраструктуры, туризма, в том числе на основе принципов частного государственного партнерства. В этом году свое желание принять участие в форуме уже подтвердили представители более чем 10 стран. Готовятся к мероприятию и отечественные компании. Какие новинки ожидают на выставке? Насколько масштабная планируется расширенная встреча? Есть ли уже предварительные согласования для подписания договоров о сотрудничестве? Обо всем этом ответы в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Более 50 лет на рынке услуг, порядка 220 реализованных проектов, плюс свое производство отдельной линейки материалов и оборудования. Все это предприятие «Брежжилстрой». Компания является лидером в области по объемам вода общей площади жилых домов. Один из последних квартал, называемый в народе «Лагуна». В Беларуси фирма известна достаточно широко. Сегодня коллектив заинтересован в международном сотрудничестве. «Брежжилстрой» – участник четвертого форума выставки деловых контактов. В форуме выставки мы будем выставляться на расширенном стенде. Будут представлены наши производства завода КПД, будут представлены наших филиалов продукции. Это Кобрин древ, Кобринский химик, пенополистиролы, двери металлические, двери деревянные. Также мы будем представлять свои проекты, многоквартирных жилых домов и одноквартирных жилых домов. Мы планируем выходить на европейский рынок. У нас на заводе имеются для этого все европейские сертификаты, перспективы, технологии. Выставка форум деловых контактов «Брест-2019» – не просто демонстрационная площадка. 2018-й показал, что мероприятие дает возможность представителям различных предприятий познакомиться друг с другом, узнать больше о выпускаемом продукте, найти партнеров. В зоне особого внимания инвестиционные проекты в сфере производства, создания инфраструктуры, туризма, в том числе на основе принципов государственного частного партнерства. В этом году ожидаются и новинки. В этом форуме мы решили немножко подключить нашу IT-сферу, показать возможности наши в IT-сфере. И тем самым назрело такое желание провести в рамках форума фестиваль робототехники, где будут участвовать компании, которые производят оборудование. Форум станет демонстрационной площадкой возможностей специалистов IT-сферы города, причем свои навыки здесь покажут не только опытные взрослые, но и перспективные дети. Первый день это будет представление нашего резидента и наших образовательных центров. Это Куботы, так называемые Collaboration Robots, которые для промышленности используются. И это на базе искусственного интеллекта машинного обучения. Это так называемая система Ардуино. То есть это уже образовательные большие части. Хотя у нас есть резиденты, которые их используют и для производства. Что касаемо непосредственно второго дня, это ориентировочный человек 500-600 будет. То есть это начиная от очень маленьких, это 5-7 лет, и заканчивая студентами, те, кто уже закончил университет. То есть это будут 4 вида соревнований. То есть первая половина это будут малыши. Поэтому там у нас будет очень весело, очень громко, скорее всего. А вторая половина это будет так называемый Robo Race и Ардуино. Эта специализация идет по машинному зрению. Форум-выставка деловых контактов – перспектива для более широкого развития и использования системы безвизового режима. Один из участников мероприятия – Брестский аэропорт – сегодня готов развивать партнерские связи в вопросах организации перелетов и приема судов. Если на момент строительства транспортного узла была потребность только в внутренних перевозках, то сегодня все чаще разговор идет о международных рейсах. Кроме транспортных услуг здесь также работает гостиничный комплекс. Аэропорт сегодня может принимать любые типы самолетов. И мы надеемся, что вот такое вот продвижение объекта поможет нам сюда привлечь, может быть, какие-то частные, чартерные программы по подвозу туристов. И сегодня мы должны показать, что мы готовы сегодня к этой работе. Представляемое традиционное направление – строительное отрасль, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность. К слову о последнем, для Бреста и области развитие сети для реализации сегмента продуктов питания – один из основных показателей экспорта. Традиционно мы подписываем международные договора, как правило, на форуме деловых контактов. И иногда это те люди, которые целенаправленно к нам не ехали, но в ходе проведения форума познакомились. Но в основном, да, подготовлены к этому времени контракты. Сейчас мы, думаю, что сможем очень плотно обсудить вопрос с Узбекистаном и с Российской Федерацией. Наговоры здесь будут заключены в рамках двухдневного визита. Что же касается форума в целом, то говорить о перспективах пока рано. Однако стоит отметить, что уже порядка 12 стран изъявили желание представить свои делегации. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербак, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Тюльпанный ажиотаж накрыл областной центр. Брестские цветоводы подготовили к самому весеннему празднику тысячи красочных букетов и оригинальных флористических композиций. Но цветы – это не только традиционный атрибут праздников и украшение домашнего интерьера, но и неотъемлемая составляющая городского убранства. Сегодня ведется подготовительная кампания по озеленению и украшению объектов Бреста. Планируется, что к первому майскому дню областной центр наденет свой цветочный наряд. В свою очередь, цветоводы и агрономы обещают – будет, как всегда, очень ярко. Наша съемочная группа побывала в теплицах Брестского коммунальника. Белые персиковые бордовые в Брестском коммунальнике в этом году срезали 10 тысяч роз и 75 тысяч тюльпанов, порядка полутора тысяч гиацинтов и 500 нарциссов. Свежесрезанную продукцию отгрузили в цветочные магазины. Все они сначала украсили прилавки торговых точек, а затем стали прекрасным содержимым домашних ваз и кашпо. На сегодняшний день реализовано более 50 тысяч тюльпанов и практически вся роза, которая была срезана. Большей популярностью в этом году пользуется тюльпан, конечно, потому что это весенний цветок, он напоминает нам о любви, о солнце, о весне, и поэтому, конечно, покупатели лучше сейчас воспринимают тюльпан. Совсем скоро Брест примерит цветочный наряд, а пока ведется активная кампания по озеленению. Она началась еще до начала тепла, 18 февраля. Масштабная акция «Тысяча деревьев» к тысячелетию Бреста набирает большие обороты. Высаживают молодые саженцы целыми трудовыми коллективами. В общем, о зеленой ситуации, которая складывается в Бресте, красноречивее всего говорят цифры. В 2019-м украсить областной центр должны 26 тысяч деревьев, хвойных и лиственных. Это в несколько раз больше, чем в прошлые годы. Мы хотим создать тот Брест, который был раньше, чтобы все знали, что Брест – самый зеленый город в Беларуси. Поэтому я надеюсь, что мы до этого дойдем. В этом году постараемся сделать огромный шаг к этой цели. День у нас приблизительно около 100 деревьев и 400 кустарников. Работает порядка 35 человек на данных видах работ. Сегодня работники коммунальника занимаются выращиванием однолетней рассады для цветочного оформления городских территорий. Какая бы погода ни была за окном, в теплицах – настоящая весна. Порядка двух миллионов однолетней рассады различных сортов и оттенков вскоре оформят в разнообразные флористические композиции. Посадка весенних цветов начнется уже к концу апреля. Планируем в этом году развить новые цветники, увеличить их площади, сделать более красочное цветочное оформление, более плотным. Будут и новые цветники, старые мы немножко реконструируем, увеличим в площади. В общем, цветочное оформление областного центра ждут большие изменения. Ведь в этом сезоне цветов будет больше в три раза. К такому обилию и аромату, пожалуй, никто не останется равнодушным. Мы планируем разбить все на два-три этапа посадки. То есть есть первоочередные цветники – это центральная часть города, которую мы готовим к 1 мая, к 9 мая. И дальше пошло к дню независимости, к дню города. Будет развиваться, развиваться, развиваться. Потому что одновременно мы охватить весь город не можем. В девяти теплицах Брестского коммунальника всегда строгий климат-контроль. Живые ковры из растений стройными и точными рядами. Картина впечатляющая. Питония, бегония, тагетис, пиларгония – приятные и не такие уж капризные растения. Они просто требуют грамотного обращения. Растениям в теплице действительно хорошо. Их обильно поливают и пропалывают, чтобы ничто не мешало росту. Все для того, чтобы вскоре увидеть результат своих забот за пределами теплиц. Цветок – это не просто вырастить. И это не одноминутное, не односекундное время. Период выращивания цветов идет от 120 до 180 вегетационных дней. То есть от посева семян до его цветения. И для декоративности, чтобы действительно, высадив его на городские улицы, он сразу предоставлял с тобой уже эстетический вид. Конечно, забота человеческих рук сделает свое дело. Голландские семена плюс белорусское трудолюбие – пожалуй, это формула успеха брестских цветоводов. Когда цветы пестрыми коврами украсят город, все, кто выращивал рассаду, надеются, что брещане смогут сохранить эту красоту. Уверена, что свой праздничный букет накануне получила каждая представительница прекрасной половины. Однако среди талантливых брещан есть те, кто дарит цветочную красоту круглый год. Причем не только одной даме сердца, а всем тем, кто хотя бы глазком заглядывал на его приусадебную территорию. Речь идет о Кирилле Вавренюке. В свои 16 на участке перед домом Кирилл высаживает каждый год настоящую оранжерею, в которой есть место как давно знакомым, так и эксклюзивным представителям флоры. Более тысячи видов растений сегодня в личной коллекции юноши. Анастасия Ноздрин-Плотницкая заглянула в гости к любителю растений и воду. 8 марта. Этот праздник для многих из нас ассоциируется с цветами. А вот для брещанина Кирилла Вавренюка цветы, а точнее их разведение – это что-то большее. На вопрос, что же служит мотивацией, Кирилл уверенно отвечает – мечта. Никто никогда ему не прививал желание работать на земле. Вырос парень в городе в обычной квартире, а в частный дом вместе с родителями приехал порядка пяти лет назад. Юноша добавляет – просто с детства в голове были только цветы. И когда появился шанс заниматься их разведением профессионально, то Кирилл понял – это его дело, его судьба. Конечно же, записывая интервью в день 8 марта, встал вопрос и в идеальном букете на этот праздник, на что у юноши есть свое видение. Конечно же, 8 марта в первую очередь у всех женщин, ну и не только женщин, ассоциируется с тюльпанами. На данный момент есть просто огромное разнообразие тюльпанов. Есть махровые, есть многоцветковые, есть настолько огромные бокалы, что просто затмит любое воображение. Так что, я думаю, не будем нарушать традиции и, конечно же, огромный букет с тюльпанами, необычными, я думаю, махровыми, любую девушку так зацепят. Сегодня Кириллу 16, несмотря на довольно юный возраст, к его мнению уже прислушиваются опытные садоводы, а представители дистрибьюторов семян доверяют опытное разведение растений. 18 юношу планируют открыть свой сертифицированный питомник и, глядя на все это, понимая, что так оно и будет. А вот уже в этом году молодой растениеевод планирует зарегистрировать цветы, выведенные самостоятельно. На сегодняшний день в моей коллекции более тысячи самых разнообразнейших растений, и многие думают, что у меня, скорее всего, одни цветы. Нет, я выращиваю плодовые растения, такие как виноград, самые разнообразные деревья, яблони, груши, черешни, также ежевику выращиваю. И, конечно же, не уходится без цветов. В этом году я вывел свой сорт лиленика, который мы назвали по совещанию со своими подписчиками, друзьями в Одноклассниках, Кветка Кирилла. И в этом году в планах у меня его зарегистрировать. Весна – особенно насыщенная пора для Кирилла Вавренюка. Теперь все свое свободное время он проводит на приусадебном участке. Посадить кустарники и цветы, сделать прополку, присмотреть за рассадой помидоров и перцев. Казалось бы, как этот объем работы выполнить до темна? Однако юноша уверен – если любишь то, что делаешь, все получается. Конечно же, нужно иметь большую любовь к растениям, потому что, казалось бы, растения, но они тоже чувствуют любую любовь, которой ты им уделяешь даже внимание. Многие люди не смотрят за растениями, думают, ох, само будет расти. Нет, даже хоть немножечко ты уделяешь внимание, все равно это какие-то признаки любви, которые ты уделяешь. И, конечно же, да, нужно любить их. Сегодня в теплицах работа только начинается. Приятные воспоминания о прошлогодней цветочной россыпи сохраняют фотографии. Именно они сделали увлечение Кирилла известным во всем мире. В профиле более 4 тысяч подписчиков, среди которых как начинающие растения и воды, так и люди с опытом. Раньше я занимался водным полосем лет подряд, было две тренировки каждый день. И мне пришлось этот вид спорта бросить, потому что он забирал очень много времени, и не хватало времени уделять ее растениям. Уверенность в цели и заветная мечта. То главное, что есть у Кирилла Вавренюка. И отличает его от сверстников. А значит, все ему будет по плечу. Праздник милых женщин остался позади, порадовав представительниц слабого пола замечательными подарками и интересными событиями. Несколько спортивных мероприятий прошло в Международный женский день. Поздравляя любимых дам, мужчины проявляли изобретательность и креативный подход, подобающий случаю. Так, на Грибном канале нашего города состоялся забег для любимых, посвященный каждым из участников своей любимой. А в футбольном манеже в этот день состоялся международный турнир по женскому футболу. Наталья Луговкина продолжит тему. Мужчины на 10-километровой дистанции Грибного канала старались изо всех сил, достойно преодолевая забег в честь дам своего сердца. Постарались и организаторы забега для любимых, обеспечив четкой, слаженной работой со своей стороны для создания прекрасного настроения всем собравшимся. 8 марта дата выбрана. Ну, это, во-первых, первые солнечные дни. Хорошая погода. Как вы видите, вообще погода просто нас балует своим этим. По количеству регистрирующихся участников у нас прошли регистрацию 50 участников. Но, скажем так, каждый приходит еще с кем-то. То есть уже количество участников у нас увеличилось. На данный момент по записи у нас идет более 200 участников. Зарегистрироваться многие просто сначала не успели. Думали, были другие планы на выходные. Но, как говорится, ажиотаж и интерес. Люди все-таки любят сейчас здоровый образ жизни, любят все-таки пробеги. И приобщается очень большое количество людей. Даже, скажем так, люди, которые просто приходят заняться спортом на грибной канал, на роликах покататься или повезет на велосипедах, просто спрашивают, можно ли пробежаться на вашем забеге и поучаствовать, и получить какое-то удовольствие. И это удалось. Город Брест решил встретить 8 марта не традиционным застольем, а активным приобщением к здоровому образу жизни. Горожане, изменив свои планы, приходили целыми семьями на грибной канал. Поучаствовать или поболеть за друзей и членов своих семей. Я всегда участвую в подобных мероприятиях, проводимых в городе Бресте. На ночных забегах. Ну, а так получилось, что наши власти города решили организовать именно на 8 марта. Ну, я считаю, что это правильно. Тем более, здоровый образ жизни, он всегда придает тонус. И перед тем, как поздравить своих дам, девушек, любимых, я считаю, что с утра необходимо взбодриться и пробежать данный кросс. Меняли традиционные устои проведения праздника и в футбольном манеже нашего города, где состоялся международный турнир по женскому футболу, проводимый в рамках празднования Международного женского дня. Сегодня у нас проходит очередное мероприятие. Мы вообще проводим сейчас, начиная с марта-апреля, 14 международных турниров. Ну, это уже как раз у нас четвертый турнир. Все турниры статут международных, поскольку у нас очень много команд приезжает с Украины, с Польши, с России. Сейчас даже один из турниров приедут уже и спортсмены из Литвы. С появлением в прошлом году безвизового режима родилась идея создания подобных турниров у представителей горосполкома в сотрудничестве с представителями туристических фирм нашего города. Выбор пал на женский футбол. И нужно отметить, что именно брещане стали новаторами таких соревнований. Отклик из стран-соседок не заставил себя ждать. И уже сейчас наши женские команды встречаются с представительницами из Польши, Украины, России, а на ближайшем турнире примут участие спортсменки из Литвы. Идея подхвачена. География турниров расширяется. Нужно отметить, что брещанки на таком высоком уровне занимают достойное место. По тому году мы можем сказать четко, что у нас хорошие результаты. Мы занимаем призовые места на Спартакеадах, на ОДМах, республиках. А также мы в лицензировании заняли первое место. Мы чемпионы. А мы, как всегда, в предстоящих турнирах будем болеть за наших. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни марта. Сразу после прогноза синаптической службы совместный проект БУК-ТВ и медицинского центра «ЛАДЭ», посвященный женщинам и женскому здоровью. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 10 марта республика окажется под влиянием системы атмосферных фронтов от циклона, смещающегося через Балтийское море на северо-западные районы Европейской части России. В Бресте в ночные и утренние часы пройдут дожди, возможен мокрый снег. День будет пасмурным и ветреным. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 4-6 градусов выше нуля. 11 марта в погодных условиях мало что изменится. В течение суток пройдут дожди различной интенсивности. Днем прогнозируется западный порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2-4 градусов ночью и 3-5 днем. Редактор субтитров А.Семкин